Всем привет! Меня зовут Султан. Я родился в городе Баксан в 1983 году. Вырос там, начал танцевать именно там, в Баксане. В общем, всем привет! Меня зовут Султан. Я думаю, не все меня знают под именем Султан. Я вырос в городе Баксан. Родился 1983 года, 25 сентября. Мой никнейм B-Boy Fast Food. Я думаю, все больше знают никнейм. Танцую в команде Predators уже с 1999 года. Начал танцевать в конце 1999 года. Это был октябрь. Первые движения, которые я увидел вообще вживую, это были движения моего брата, от Бихоя Бутуза, который учил уроки даже старше. Я не знал этого, я занимался борьбой. Приходил с тренировки, смотрю, брат что-то делает, что-то записал, как-то что-то пробует, учится. Вроде что-то получается неплохо. Я у него спросил, а что ты делаешь? Он говорит, я не знаю, что я делаю, но тут очень прикольно крутится на спине. В общем, бэкспин делали тогда. Это были дабуги. Затем у них появилась передача, да, и мы начали все это записывать понемногу, пробовать. В один период я попробовал сделать какие-то движения. Что-то у меня не получилось. Где-то я занервничал и подумал, все, буду обратно спортом заниматься. Не буду отвлекаться. В общем, все вот так вот продолжалось понемногу. Где-то прошел месяц. Бутуз уже научился больше движений. Я смотрю, ничего себе, вот это круто. Потом я увидел футворк. Тоже так же это от дабуги Крю урок был. Топор показывал сисис. И мне очень понравилось. С этого дня я, в принципе, и начал танцевать. Это вот конец 99-го года. Никнейм вообще появился. Изначально у меня был никнейм Бибой Сула. Это от моего имени Султан Сокращенно Сула. Просто, чтобы длинное имя не называть. Так в школе даже называли еще. Потом, спустя какие-то фестивали, обстоятельства, мы поехали во Францию. И там меня чуть неправильно, в общем, назвали. И они не знали, как выговорить, в принципе. И у них это не выговаривалось на французском. И после этого мы с Бутузом, когда приехали, он сказал, тебе надо что-то сделать с никнеймом. Тебе надо его поменять. Нужно что-то креативное, новое. У меня есть такие мысли, типа, ты очень быстрый, динамичный. У тебя очень круто смотрится в фитворк. Двигаешься четко, как бы. Я не знаю, подумал-подумал, пока пошелся в переводчике, нашел какие-то слова, говорит, может быть, типа, фастфуд. И я думаю, да, все-таки, наверное, фастфуд. Вот, и с этого дня, в общем, Бутуз меня прослал... С этого дня меня Бутуз прозвал фастфуд, и до сих пор я несу этот никнейм себе. И это уже мой стиль считается, в общем-то, фастфуд. Так, свой стиль танца, в принципе, я черпал отовсюду. Я вдохновлялся многими бибоями. Одни из самых первых бибоев, кем я вдохновлялся, это Style Elements. На то время мы смотрели где-то в тысячный год, в тысячу первый. Смотрели Style Session 3. И когда я увидел бибоя Айвана, я просто был в шоке, на самом деле, из того, что он делал, как он это энергично делал. Это было очень креативно, четко, в тот же момент и просто вроде, но это смотрелось как-то по-взрывному, в общем. Вот я с него вдохновлялся, в первую очередь. Потом второй бибои – это бибои Сторм. Третий бибои – это бибои Кен Суифт, Rocksteady Crew. Вот, понемногу-понемногу я начал понимать, что красота на самом деле заключается именно в базовых элементах. То, что надо делать все четко, красиво, и тогда у тебя начнет появляться уже какой-то creation из этих всех разновидностей элементов. Ты сможешь много чего придумывать. В общем, со временем это все переросло в мой собственный стиль. Я сейчас ни на кого не похож. В принципе, двигаюсь сам в своем стиле. Как я и сказал, все идет от моего никнейма. Fast food – это означает «быстрая стопа». У меня очень быстрый стиль и стараюсь двигаться в нем, в общем, вот так. Ну, в общем, начали когда танцевать. Зародилась команда под названием Bugs City Crew. Это Bugsan City Crew. Вот, в которой участвовали я, мой брат Бутуз. Также был B-Boy Dob, B-Boy Shoma, Anzor. Также еще был Мурат. Два брата это были. Они в то время делали уже, на самом деле, нереальные вещи, которые мы, в принципе, не могли повторить. Очень креативные были ребятки. Но в свое время они уже просто отошли от B-Boying'а, и мы продолжили дальше. В общем, дальше мы встретили друзей, которые назывались Freestyle Masters, мастера свободного стиля. В нее входили Paco, Pants, тогда еще Amuse, Zawr. И понемногу-понемногу наши команды начали биться друг с другом и выявляли, кто из нас сильнее. Первый джем у нас прошел 31 декабря. Это был джем реально в конце 99-го, как раз накануне 2000-го года. Это был реально очень огромный сайфер. Мы просто раздвинули руками, ногами простых людей, которые просто танцевали на дискотеке, которые даже не понимали, что происходит на танцполе, в принципе. И по нашему менталитету это, в принципе, даже опасненько было, я так скажу. Чуть-чуть в каком-то гэнгст-этаком стиле было все. В общем, так. В общем, мы раздвинули толпу, начали дэнсить, начали узнавать, кто есть кто, начали смотреть друг на друга, вдохновляться уже оттуда тоже понемногу. И познакомились очень серьезно, пообщались. И со временем, в общем, эти две команды переросли в одну, и мы стали просто Freestyle Masters, потому что название было очень креативное. И туда больше входило участников, нежели нас. Нас было всего двое. Это Бутуз и я, как я и говорил. Остальные, в принципе, начали отходить понемногу уже от танцев. Вот. И мы начали заниматься, танцевать. Кстати, в 2001 году мы, ничего не ожидая, просто начали ставить шоу. В этот момент нам написал Хобот, я не знаю, каким-то образом там, через какие-то странички как-то, что типа будет Battle of the A, отбор. Мы сделали шоу, записали видеокассету, записали видео, отправили ее почтой. Тогда нельзя было интернетом все отправлять. В общем, Хобот посмотрел, посмотрела комиссия, нас отобрали, в принципе, пригласили на боте. Это был наш первый выезд в Москву. Как бы мы уже с 2001 начали ее понемногу осваивать и покорять. Шоу взорвало, на самом деле, очень сильно. Там очень сильно всех удивило. На то время я еще забыл рассказать, о нем был у нас такой малой. Его звали Тошка. Вот, Бибой Тошка. Который крутил нереальный пауэрмуб. Он был в маленьких шортиках, больших кроссовках, большой шапке. И он делал просто хэтспин, флайер, хэтспин, супермена и так далее. Он все связывал нереально круто, очень динамично и быстро. Это смотрелось реально интересно на то время. И все, в принципе, так же взгрелись с нас. Считали, что да, ребятки очень многое могут, но мы, в принципе, не дошли, не прошли дальше отбора. Просто показали себя. В принципе, на тот момент мы увидели топ-9. Тогда они назывались Реактив, по-моему, если я не ошибаюсь, или как-то по-другому. Также были ребята из Риги, из Калининграда, Кёниг-Сити Брейкерс. В общем, понемногу-понемногу мы вот так вот влились в эту всю струю и начали двигаться вперед. Да, вопрос интересный. И на самом деле, изначально, когда я начинал танцевать, я вообще не понимал, что я делал. Я делал просто какие-то движения. Я черпал всякие элементы из того, что я видел. Но, в принципе, никто не объяснял. Я смотрел, замедлял видео, как-то осваивал это все понемногу. Также и мой брат. Как таковым, как танец, мы его даже не понимали, что это танец. Мы просто делали какие-то элементы. Мы просто... Как физкультура, реально. На то время это была физкультура. В принципе, мы делали элементы. Но и в то же время как-то меня больше несло даже в сторону футворка, в сторону такого именно стиля. где используется больше флоу, соединения бесконечные такие. Со временем, спустя 5 лет, я брейкинг осознал в одной структуре, в одном стиле. Спустя 6, 7, 10, я его начал понимать совсем по-другому. Сейчас уже прошло 15 лет, и я его вижу реально со вкусом. Я живу брейкингом, в принципе. Это моя жизнь, так как я этим занимаюсь реально 15 лет. И он очень тесно уже связался с моей жизнью, как я и сказал. В общем так. И сейчас для меня это в большей степени наслаждение от того, что происходит на танцполе, на джемах, на баттлах. Я считаю, что и джемы, и баттлы, это в принципе все одно и то же. Ты везде можешь вдохновляться, везде можешь кайфовать, везде можешь качать. Главное то, что ты любишь делать, ты можешь делать везде. Вне зависимости от круга, вне зависимости от баттла. На баттле я так же раскрываюсь, я так же качаю. В принципе могу и в кругах, и на баттле так. Чувствую себя в принципе свободно. И брейкинг, он реально очень интересно сейчас в моей голове лежит так. Так, отношения к брейкингу в мире. В принципе отношения к брейкингу сейчас стало намного лучше, нежели чем было раньше. Раньше было много андеграунда. Андеграунд есть и сейчас, он не будет всегда в принципе. Те, кто любят андеграунд, они будут и в андеграунде. К примеру, я тоже сторонник андеграунда, но я так же люблю еще и поездить, посмотреть на страны, посмотреть на бибоев, пообщаться с бибоями. И это меня очень сильно вдохновляет и не оставляет на месте. Вот, в общем, я не стою на месте, я развиваюсь за счет всего этого. Отношения меняются с каждым годом, в принципе, да. Причем если, 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 если не засорять свой мозг всякими темами, как коммерция очень-очень сильно, то можно держаться в струе такой, что ты можешь и зарабатывать деньги, ты можешь находиться в андеграунде, в принципе, никто тебе не мешает, никто тебе дорогу не перекрывает, ты можешь двигаться в любую сторону. В общем, все сейчас открыто, как сказал Storm, если бы у меня на то время были ваши, сейчас вот эти вот, все данные, как бы и все, что у вас есть сейчас, тем, что вы можете воспользоваться, я бы сделал грандиозные вообще шаги просто в брейкинге. Так что это говорит олдскульный бибой, и я думаю, нужно к этому прислушиваться. И все, в принципе, сторонники того, что брейкинг, в принципе, не стоит на месте, это самое главное, то, что он развивается, это очень круто. И то, что поддержка идет сейчас как-то от правительства, и от всего другого. Да, вот такая тема. Ну, в принципе, кто-то, в принципе, не сторонник до этого, я могу сказать, то, что происходит. Кто-то любит больше андеграунд, кто-то может, конечно, оставаться в андеграунде, их будет запомнить за счет видео, за счет каких-то комментариев, там, и так далее, и тому подобное. Но я думаю, все-таки стоит ездить больше, стоит раскрывать себя, стоит показывать себя, и показать, какой у тебя есть стиль, и доказать, что ты реально чего-то достоин в этом мире, в этой жизни. Тоже, да, такой интересный вопрос, и многогранный, в принципе. Каждый по-разному смыслит байт. Изначально, когда я начал танцевать, в принципе, я, можно сказать, брал движение, я учился, я с чего-то начинал. Это есть байт, я считаю, тоже. Но он никак не сделал меня хуже, он, наоборот, дал мне развитие. Если бы не было того, что я видел, и не было бы тех людей, которые могли показать мне на видео хотя бы, какие движения есть, я бы сейчас не танцевал, я бы сейчас не сидел здесь перед камерой, и не показывал бы это, в принципе, и не говорил бы с вами. Байт можно назвать такой темой, как байт стиля, к примеру, байт полной связки человека, байт какого-то очень выраженного движения, по которому могут запомнить человека, по которому его может узнать весь мир. Какие-то фишки определенные. Вот это и есть байт. А то, что есть всякие закорючки, всякие штучки там, и сейчас многие, в принципе, показывают, на каждую дребедень какую-то вообще, на какой-то поворот непонятный. Просто байт, я не знаю, кого-то они увидели, хотя не знаю, сделал ли он это первый, может, это он сделал пятый, десятый и так далее. Никто не знает истину. Байт можно рассматривать по-разному. Многие как-то ревностно относятся к своим движениям, многие могут застучать тебя так, что просто с ума сойти можно на танцфоле, короче. Но я считаю, не стоит вестись на всякие такие темы, нужно делать то, что ты любишь делать, но, как я и сказал, не стоит воровать стиль, воровать выраженные какие-то фишки. Нужно просто уметь креативно что-то, может быть, взять, позаимствовать, переделать, сделать что-то свое. Тогда будет все четко, все будет правильно, и никто никогда не будет стучать, и все будет на позитиве и респекте. Так, для меня самое главное в танце, это, в принципе, всегда раскрываться, всегда учиться. Я считаю, человек, который может сказать, типа, я уже все знаю, я уже всего достиг, я профессионал своего дела, все, я, в общем, на высшем уровне, это, я считаю, не танцор. Человек-танцор, он всю жизнь может быть учеником, он может учиться, он может впитывать, он может также вдохновляться даже от своих учеников, несмотря на то, что он, к примеру, танцует там лет 15-20. Это для него каждый батл, каждый сайфер, каждый джем – это учение, учение. Для меня это, прежде всего, учение, познание чего-то нового, познание того, чего я не знаю, и, в принципе, вторую, если взять часть, как бы, то это именно саморазвитие, самораскрытие какое-то, самосовершенствование. Раскрывать себя, учиться, давать людям позитивную энергию, меняться с ней, с ними обмениваться этой позитивной энергией, рассказать, к примеру, человеку то, чего не знает человек, человек мне может рассказать то, чего не знаю я и так далее. Ну, вот так, как бы. Я по жизни ученик, в принципе, и всегда готов учиться танцевать. Так, вне брейка, если взять, тема, да, интересная, довольно-таки, вопрос интересный. В принципе, я очень тесно связал, в принципе, я очень тесно связал свою жизнь с брейкингом, так что практически они у меня неразделимы, как у меня обычная поседневная жизнь, и брейкинг – это, в принципе, одно и то же. У меня вставая с утра, у меня постоянно мысли только об этом, я стараюсь постоянно что-то креативное вносить, какие-то идеи новые, какие-то проекты. Вот мы с братом делаем break advice, стараемся что-то двигать, в общем, такая тема. Также, конечно, вне брейкинга для меня очень важная тема – это родители, для меня очень важная тема – это девушка моя, чтобы у них все самое главное хорошо было. Также по поводу работы, в принципе, я считаю, могу связать себя с любой работой, также могу оставаться всегда при танце. У меня есть мое образование, которое я окончила, я специалист по физической культуре и спорту. Я могу хоть, в принципе, с сентября начать преподавать в школе, но пока желания такового нет, потому что я очень часто езжу, и мне приходится уезжать на долгое время. Уезжаю, приезжаю, уезжаю, приезжаю. С этим взаимосвязано именно то, что ты не можешь себя связать с какой-то определенной работой и сидеть на месте. И это заключается в том, что, в принципе, если ты хочешь заниматься профессионально этим, то чем-то придется жертвовать. Кто-то жертвует своей работой, кто-то жертвует своей учебой. Но, в принципе, можно все взаимосвязано ввести вперед. И будет очень круто, на самом деле. Всегда нужно уметь отключаться от своей главной деятельности. Нужно переключаться, уметь, чтобы, да, реально там, как многие говорят, крыша не поехала от этого. Нужно уметь быть адекватным человеком, нужно уметь общаться с людьми на всякие разные темы, не только на брейкинг, о политике, о жизни, о том, что происходит в мире. Нужно быть в курсе событий, нужно честь своей традиции какие-то и так далее, и тому подобное. В общем, такая тема, да. А так, заниматься можно чем угодно, можно работать кем угодно. Если надоело преподавать, можно устроиться на работу, можно параллельно с этим также заниматься брейкингом по вечерам, также ездить на фестивали, я не знаю, выбирать какие-то свои даты. Все получится. Главное не отчаиваться, главное постоянно думать, что все будет хорошо и все у всех получится. Планы на будущее, это... Да, не затронул, кстати, тему. Принцип планы на будущее, это открыть что-то свое, открыть какой-то свой бизнес, чтобы использовать то, что я, к примеру, зарабатываю на брейкинге, то, что дает мне какие-то деньги сейчас. Мне хочется воплотить свои какие-то идеи за счет этого. Мне хочется открыть какой-то свой бизнес, с помощью которого я смогу зарабатывать деньги. И для того, чтобы преподавание, как бы это было уже на втором плане, чтобы преподавание было, в первую очередь, для души и от души. В принципе, оно и сейчас такое, но на этом больше деньги зарабатывать, потому что нужно жить, нужно платить за квартиру и так далее. Ну, хочется, да, что-то свое открыть. Потом также года идут понемногу, уже немного другое мировоззрение, уже больше склонности к тому, чтобы создавать семью, заводить детей и так далее. В общем, такие планы на будущее. И, естественно, не бросать брейкинг и делать свое дело до конца. Итак, напутствие для молодых. В первую очередь, это не сдаваться, не опускать руки, верить в себя, делать то, что ты любишь делать, в первую очередь. Не просто быть фейком каким-то, не смотреть на кого-то, как на кумира, и задаваться, интересоваться этим человеком так, чтобы копировать реально его и жить его жизнью, рассматривать его реально, ну, как кумира. Надо делать что-то свое, нужно вносить креативы. Самые молодые, в принципе, они могут спрашивать советов у старших, своих, у стариков, которых, в принципе, я думаю, вот многие не знают и узнают за счет этого интервью, потому что сейчас модные различные би-бои, которые, да, они сейчас модные, они сейчас в теме, типа, но они многого не знают, в принципе, они также учились по старикам, которые знают гораздо больше и у которых можно много чего спросить, узнать, поинтересоваться и сделать себя лучше. И чтобы был с помощью этого рост какой-то нормальный, адекватный, четкий. Вот. Старайтесь добиваться целей, ездите на фестивали, прокачивайте себя, танцуйте в кругах. Пока есть энергия, пока есть силы, старайтесь пробовать что-то трудное, потому что потом с годами все станет намного сложнее, организм не будет так быстро восстанавливаться, как восстанавливался, и будете танцевать немного, может быть, медленней. Может, кто-то, наоборот, со временем осознает всю прелесть, всю красоту танца, вот, как сейчас осознал его я. Но еще не до конца, потому что я, как и сказал, я учусь, я всегда буду учиться и черпать все отовсюду. Так что, всем успехов, всем мир и любви! Субтитры создавал DimaTorzok